Приветик всем! Здоровайся! Привет! Пис! Мы сейчас Дима отвел, повел Милочку в садик. Мы сейчас Диму ждем в машине, поедем сейчас немножко подкупимся в магазинчик. Сначала. Сначала, а потом надо пойти. Маша какую-то там игрушку хочет посмотреть в магазине. Физиков. Да, а что за игрушка? Что-то там какое-то имя? Это зверенок какой-то или что? Да. Да? Такой маленький. Понятно. Вот, так что такие дела, да? Написано, что больше всего любят эту зверюшку. Ну, имя любят, когда день рождения. Вообще, класс. Будем выбирать, да? Посмотрим, что оно стоит вообще. Оправдывает ли оно свою цену. Ой, так что вот так вот. Особых планов таких вроде бы нету на сегодня. Уборка. Надо убраться сегодня, прокулесосить. Вот сколько я взяла с собой моих денег, то, что я тебе Андрею подарил. Это машины деньги, да, твои? Все, класс. Вот, так что, не знаю, посмотрим, что сегодня у нас будет. Вот. За день подкупимся, говорила уже, посмотрю, покажу, еще купили. Надо убраться немножечко, так что. Кстати, всем спасибо, спасибо большое за ваши комментарии. И за сердечки. Да, за советы, за поддержку, тоже и за видео там, где я про права говорила, многие там писали. И очень интересно мне стало, что написали там один мужчина, что вроде как, я не знаю, если кто-то имеет тоже такую информацию, скажите. Я еще, конечно, буду здесь на месте узнавать, что вроде как, когда ты имеешь права, да, у меня есть украинские права, что тебе не надо, ну, как, они, да, срок годности у них, ну, проходит именно в том плане, что нельзя уже по ним здесь ездить, да, там полгода или год дается. Но можно все равно, сколько бы ни пришло времени, нельзя, я сейчас говорю, можно их поменять на немецкие права. Ну, то есть поменять, да, естественно, надо сдать и теорию, и практику, но не обязательно ходить прямо на занятия теории, да, просто пойти можно сдать экзамен. Вот, и также вот практику, естественно, я, может быть, там с Димой поездила и потренировалась еще, вот, и, конечно, я бы взяла еще несколько уроков у учителя, у учителя, да. Поэтому вот, кто знает, тоже подскажите, естественно, я еще буду узнавать, узнаю это все дело, конечно, это обойдется все проще и дешевле, да, понятненько. А что, Машунька? Я бы хотела что-то показать. Давай. Пять, она блестит. Да, пять. Отлично. Ладненько, потом переключимся. Да. Всем привет, мы уже купили игрушку. Угу, ну покажи свой свою игрушку. Ой, Боже мой, такие манюние. Сколько такая? Четыре евро стоит, да? Три девяносто девять, четыре евро, Бось. На хомячка похоже. Нет, это не хомячок. У нас уже этих игрушек, особенно мягких. Это хищник. Целая куча, да? Это хищник. Это хищник? Просто это, ну, там придумают всякие, но делают их такими. Угу, как его зовут? Цак. Цак. Но я назову по-другому. Ага, ты же придумала имя? Нет. А ты? Нет. Пушистик. Пелоснежка. Пелоснежка, точно. Снежок. Снежочек. Снежок. Или снежинка. Угу. Ну и что ребенку надо для счастья, да? Лапки. Усик такой милый. Ох. О, такое лицо. Ну все. Я знаю. Так, мы уже приехали домой. Ему она раскладывает покупочки. Здрасте. Всем доброе утро. Мой любимый царь. Если вы утром будете смотреть, то доброе утро. Если днем, то заводи. Да. Или все вечером, то добрый вечер. Так, что мы купили? В ДМе были. Купила хлорку. У меня закончилось. Вот такие салфеточки на стол. Очень выручают, когда кушают. Детки вот. Вот такие красивые. Упаковка красивая. Мне очень понравилась. Нежная очень, да? Поставь на стол, пожалуйста. Осторожно. Так, молочко. А это Маша себе смурфиков купила. Ты покушаешь сначала, а потом смурфиков, да? Да, так и ем. Так, молоко, яйца, картошка, оранжин, апельсины, яблоки. Далее морковка хотела сказать. Все слова забываю, люди. Помидоры и огурец. Кофе. Такой творожок у меня Дима очень любит. Фрешкейзе. 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 Сметанку взяла. Далее колбаску. Вот такую. Сыр. И еще один сыр. Вот так. Взяла вишни. Ой, вообще посмотрела видео. У Флорида Ялта, как она варила вареники с вишней. Вытаскивала. Боже, такая вкуснятина. Мне захотелось вареников с вишней. Просто вообще капец. Поэтому хочу сделать вареники с вишней. Дальше вот такие салаты мы берем. Очень вкусные. В Лиделе. Вот все. Внизу уже такой салат. Там уже и дрессинг вот лежит. Йогуртовый обычно. И вот всякие дополнения. И вилочка есть. В общем, все. Это вот такой классический мид-йогурт-дрессинг. И тут тоже мид-йогурт-дрессинг. Салат Хеллос. С оливками, с фета. В общем, тоже здесь вот. Вот так. Вот этот йогурт-дрессинг. Очень вкусный. И, в принципе, недорого для салата такого. Ой, мы забыли лимоны купить. Один лимон еще лежит. Это я достала. Далее колбасу такую детям мы берем. И взяли вот такие ляшечки куриные. И бананчики. Бананчики. А еще вареные яйца Дима взял. Вот они у нас такие уже. Крашеные вареные продаются, да. Так что все. Буду сейчас вот такие небольшие у нас покупки. Буду сейчас все по местам раскладывать. Фрукты мыть. В общем, все. Так, готовлю сейчас обед. Значит, на обед у нас будет картошечка в духовке, да. Запеченая я взяла. Картошка, морковка, лучок. Вот все уже посолила, поперчила. Я сюда еще, смотрите, столько чеснока добавлю. Я люблю, когда чеснока много. В принципе, можно было и лук не ларить. Но лук дает сочность, в принципе, да. Вот от чеснока накидаем. И сейчас я еще порежу. Сверху укладу вот такие вот ребрышки у меня есть замаринованные. Такие они вкусные. Они вообще продаются как бы для гриля, но также и для духовки, в принципе, можно использовать, да. Вот такие ребрышки. Сейчас я их порежу и укладу сюда сверху и в духовку. И все. У меня блюдо готово сегодня на обед. Ну все, порезала я ребрышки, уже уклала все. Сейчас я накрою фольгой. И будет у меня под фольгой готовиться до полуготовности, да. А потом, когда я кафельгу сниму, чтобы, естественно, тут все поджарилось, да, чтобы корочка появилась. Поэтому все, вот так вот. Что получится, покажу. Так, смотрите, уже моя картошечка готова с мясом. Сейчас покажу. И оно... Ой, ой, ой. Я еще подержу в духовочке, чтобы оно теплое было, потому что сейчас милочку будем забирать. И потом уже будем кушать. Значит, что я сюда еще добавила? Смотрите, здесь у меня ребрышки. Добрышки. Потом у меня еще фарш был в холодильнике немножечко, да. Его надо было доиспользовать. Я сделала такие вот, как фрикадельки сюда кинула. И у меня еще было пару сосисок тоже закинула. Думаю, как раз Машуня будет эти сосисочки кушать. Так что вот такая... И палочку картошки. Да, так что вот такая получилась у меня картошечка на обед. И салатик сделала. Тоже вот это слидло, которое достала, заправила. Очень классный. Вообще быстренько, цак-цак и все. Поэтому советую. Он что-то около 2 евро стоит. 1,70 евро или что-то такое. Очень вкусный. Я так на быструю руку ничего не выдумывая. Раз, выкинула, залила и все. Так что все. Мы скоро... Сейчас будем забирать милочку. Вот. И будем кушать. Машуня, надо же вылить еще воду. Или я сама давай вылю, чтобы ты не развела. Мы сейчас с Машунькой убрались. Да, Машенька? Да. Мы с ней убрали. Смотрите, Маша написано. Это когда садик заканчивала, да? В общем, я пропылесосила. Машуня полы помыла. Убрались. Все. Популечка делает зарядку. Но я показывать не буду, потому что он против, да? Чтобы показывали, как он зарядку делает. Ну, тренируется. Стоит, стоит. Как фильм называется? Посоветуй фильм. Я не снимаю, как ты тренируешься. Не знаю. Забыл. Алиби, по-моему, субботы. Нажми, история. Нажми. Это ты на сайте смотришь? На сайте. А, кстати, советуем очень классный сайт. Очень классный сайт. Называется Гид Онлайн. Больше можно, что он сам. Потише, сделай чуть-чуть, пожалуйста. Сайт называется Гид Онлайн. Можно, как, ну, мы с телевизора заходим через интернет и через компьютер, естественно. И там всякие разные фильмы, всякие разные новинки. Вообще обалденно. Очень классный сайт, поэтому советую. Мы вот всякие интересные фильмы смотрим через этот сайт. В хорошем качестве. Да, в хорошем качестве. Бывает с переводом иногда прослушивается их перевод. Ну, там английский, потом накладывается русский. А так в основном качество он, пожалуйста. Супер. Да, поэтому советуем. И посоветуйте, какие фильмы самые интересные, классные можно посмотреть. Я люблю такое фантастику. Дима любит криминал. Боевик больше. Боевик, конечно. Боевик. Стрелял. А я люблю что-то такое загадочное про инопланетян. Или такое, знаете, когда... А, тебе заниматься надо. Фантастику, в общем, про инопланетян. Или когда, знаете, Землю ждет после какой-то катастрофы. Или что-то произошло, и на Земле сейчас будущее, и новая какая-то эра. Ну, вот такое я всякое люблю, да. Вот. Ну, естественно, комедию также люблю. И мелодрамы-драмы. Ну, лучше, конечно, мелодрамы, чем драмы. Вот. Так что... Ой, кто-то советовал, посмотрела, где-то я увидела то ли в Инстаграме, кто-то советовал посмотреть фильм «Персональный покупатель». Ой, вообще ни о чем. Во-первых, надо тятина такая какая-то, и конец такой непонятный. В общем, фигня-фигню, не смотрите. Вот. Что еще хочу посмотреть? Хочу... Кто-то тоже советовал посмотреть «Ешь, живи, люби», по-моему, называется. Вот тоже хочу посмотреть, включить. Поэтому... Шоколадная фабрика. Шоколадная фабрика. Это мы смотрели, это «Чарли шоколадная фабрика», но это уже, да, старый уже. Это новый. А что из новинок посоветуете, вот расскажите, интересно. А, еще мы смотрели... Дима, как вчерашний? Там тренируется. Вчера смотрели фильм, ну такой, конечно, тоже психологический. Как вчерашний фильм, помнишь, мы смотрели? Как он называется, не знаешь? Вчера вот, который про... Который у него вот это... Раз... Двадцати четверенье... Сплит. А, сплит, да, фильм «Сплит». Ну это кто любит такое, что там фантастику и... Ну психологический, да, больше. Это не фантастика, это психологический. Ну и почему там фантастика? Это не фантастика. Как не фантастика, то, что он там по стенам лазил, где не фантастика? Ну это не фантастика, показано, что он действительно в образе. То есть это не он, это в нем живет. Ну понятно, но все равно же фантастика там... Все равно фантастика есть. Это мы сплит, кто любит такие фильмы психологические, можете посмотреть. В общем, у человека было не раздвоение личности, а раз 24 слоения личности. Вот, ладненько, ухожу, а то уж не хочешь показывать, как он тренируется. Я люблю. Ты любишь? Давай. Для детей что ты посоветуешь посмотреть? Девочка-вампир. Девочка-вампир, что еще? Тогда еще Лего Фрэнс. Это мультики, да, ты любишь? Лего Фрэнс, девочка-вампир, фильм. А еще я люблю фантазии. Ну, например, там мы смотрели... Ну, такие семейные. Алиса Старый Чудеск, да? И там еще... Дом потерянных детей, по-моему, да, Тони? Да, Дом потерянных детей мне еще очень нравится. Так что посоветуйте, чтобы вы посоветовали такого интересненького посмотреть. Сериалы, скажу сразу, не советуйте. Сериалы, особенно, когда там, кто знает, сколько в серии, ого-го... Не, я не люблю смотреть сериалы, потому что... Почему не люблю? Я люблю, потому что на них присаживаешься и, блин, ничего не делаешь. Сидишь тупо, смотришь телевизор и ждешь, когда он закончится, что... Ой, что же там следующее, что там следующее. Когда есть такая возможность еще наперед посмотреть, да я не могу по одной серии смотреть в день. Для меня это тяжело. Поэтому я очень-очень редко смотрю такие сериалы, и только где там 12-10 серий. Поэтому сериал лучше не советуйте, лучше фильм какой-нибудь. И смотрите еще, где логика. Да, ну, понятно, где логика. Ладненько, потом увидимся еще. Ну все, у нас сейчас конец дня. Не пугаемся меня. Вышла такая, с красным лицом, да? Но я только что для вас снимала, кстати, свой вечерний уход, что я использую вечером. Поэтому не пугаемся сейчас меня. Это я сейчас уже умылась, нанесла кислотный пилинг. И это у меня так действует кислота, то есть я сейчас краснею. У меня красная кожа, поэтому, наверное, лучше зайти, знаете, так в темноту, где не так сильно этого видно, где я полностью сливаюсь, да, все со света. Значит, что хочу сказать. Хотела с вами попрощаться на сегодняшний день. Сегодняшний влог уже подходит к концу. Ничего такого особого и супер-пупер интересного, наверное, для вас сегодня не было. Потому что действительно ничего такого не происходило. Мы с Машей убрались дома. Мы посмотрели фильмы, пока Дима был дома. Сейчас Дима уже опять уехал. И приедет сегодня понедельник вечер. Он приедет вечером в четверг на праздники. Вот поэтому мы с девочками остались опять одни. Маша сейчас опять пошла купаться в душ. Мне надо привести вот это все тут в порядок. Мне надо сейчас разобрать с чистой посудой посудомоечную машинку. Мне надо вот это все, и там и косточки даже, мама дорогая, все загрузить в посудомоечную. В общем, все убрать. Бардак сейчас на кухне. Здесь тоже эту положить. Это все накрыть. В общем, все убрать. Это еще остатки от пирога, что девочки делали. Салатика еще немножко. В общем, мне сейчас предстоит уборка на кухне. И укладывание моих девочек спать. Так что спасибо всем за внимание. Спасибо за ваши комментарии. Каждый комментарий читаю. Очень радует. Спасибо. Плохой или это хороший. Все равно читаю и плохие комментарии. Какие-то с подколочкой. Ну, если честно, они мне всегда смешат и забавляют. Особенно, когда люди пишут то, о чем не знают. И о том, с чего делают выводы только с одного, только с видео, не зная всю мою жизнь. Поэтому, пожалуйста, пусть люди развивают свою фантазию. Такие тоже нужны, такие тоже важны. Даже для канала. Для такого поддержания тонуса в канале. Поэтому спасибо всем за внимание. Все, целуем и всем пока-пока. Спасибо.